Арсений Благонравов родился в 1923 году. 18 лет окончил школу, летом поступил в институт, а в сентябре его призвали в армию. С фронта он написал более 150 писем родителям. Писал о сражениях, о солдатском быте, о ранениях и госпиталях, об обучении в училище. Именно эти письма и легли в основу книги под названием «Война. Письма домой». Вот этот пласт писем, который он оставил, он передает такую, как сказать вам, негероическую, может быть, чуть-чуть даже рутинную, но интересную историю войны. Это взгляд из первоисточника. Это человек, взрослеющий, на фронте рассказывает о себе своим родителям. И помимо этих писем, в этой книге мы попытались проследить судьбу этого человека, судьбу тех, кому он писал в Рязань, ну и, соответственно, что с ним в конечном итоге стало. Евгений Баранцев – один из авторов. Говорит, что много книг написано о сражениях, но так мало именно о внутренних моментах. «Война. Письма домой» и признана показать именно быт, историю одного человека. Для Евгения Баранцева эта книга уже третья, а для его коллеги и соавтора Александра Анитова – первая. Именно в его семье и хранились все эти письма. Родители говорили о них так. Писал родственник, который пропал без вести. Я никогда раньше не занимался ни поисковой, ни исследовательской, такой работой не исторической, но пока я читал и переписывал, перепечатывал в компьютере эти письма, я понял, зачем и почему люди этим занимаются. Это очень захватывающее занятие. Александр Анитов занимался, как он сам говорит, больше технической стороной, расшифровывал и переводил письма в электронный формат. Художественно соединял их Евгений. Он и писал о судьбах тех, кто письма получил и, естественно, о том, кто их писал – о самом Арсении Благонравове. Красноармеец начал войну связистом и в 44-м поступил в офицерское училище, где получил специальность минометчик. Последнее свое письмо Александр написал в том же 44-м. Говорил, что вернется домой офицером и что пусть готовится его встречать. А потом началась спецсамокеркинесская операция – 10-й сталинский удар. В бою погибла большая часть его полка. Сам Арсений выбыл из строя с припиской «по ранению». Дальнейшая его судьба до сих пор неизвестна. На сегодняшний день мы продолжаем поиски, пытаемся выяснить, в какой он госпиталь попал по этому ранению. Я надеюсь, у нас все получится. И он так или иначе вернется на землю. Но эта книга, у него же даже неизвестно, есть ли где-то могила, есть ли у него даже памятник какой-то. Вот эта книга будет своеобразным памятником ему. Мероприятие под названием «Бессмертие и справедливость» прошло в два этапа. Первым и была презентация книги. А вторая – это историко-географическое статистическое исследование «Родина героев». В Рязани бытует миф, что город подарил стране самое большое количество героев Советского Союза. Но никаких документальных подтверждений этому нет. Исследованием занялась редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» и коллектив краеведческого информационного отдела библиотеки Горького. Мы взялись за почет числа героев Советского Союза и их классификацию 12777 имен по регионам рождения. Причем по регионам границы, статус которых были действительно иными на момент рождения этого человека. Исследование длилось больше года. Придерживались важного статистического критерия. Учитывалось только место рождения героя. И результаты уже имеются. С высокой степенью уже точности исходных данных, что Рязанская область делит 12 место среди всех когда-либо существовавших регионов нашей страны. Делим мы это место с Смоленской губернией и Екатеринославской губернией. Екатеринославская губерния, для тех, кто не знает, это нынешняя Днепропетровская область на Украине. Но до 2019 года она была абсолютно равноправным субъектом нашей страны. Это точно таким же направлением, как Рязанская губерния. Разницы между ними никакой не было. Поэтому мы должны были учитывать и, соответственно, перечень героев у них. Первое место по числу родившихся в регионе героев Советского Союза занимает Курская губерния. Здесь родилось 353 героя. На втором месте Тамбовская 347. Теперь собранные данные будут разосланы во все регионы страны, а также страны ближнего зарубежья, чтобы местное краеведческое сообщество провело ревизию списков. Итоговые результаты могут измениться, но незначительно, на одно или два имени. Сами исследователи называют свою работу данью памяти и добавляют, что отдали долг памяти героям Советского Союза не на словах, а на деле. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.